а здрасте всем друзья привет уленьки у нас золотой колос продолжается 6 35 утра на самом деле у нас еще ни хрена не созрело а зачем же я подорвался в такую срань спросите вы а я вам отвечу и дело в том что я забубенил стройку смотрите строительная фирма и знаете что склад муки на товарных складах я решил забубенить если мы все вот это вот привезем до 8 утра по 8 утра начнется стройка тут в принципе не так-то много надо привести вообще чтобы эту самую стройку запустить самое приятное у нас все есть кроме бетона и стройматериалов но это дело надо покупать и в общем то погнали тогда запускать всех что ли начнем и друзья с вами с того что у нас будет сама долго возиться по времени а конкретно бетон как вы помните или не помните у нас в общем то купили мы вот эту вот бетономешалку бетона возилку сейчас я постараюсь замутить ей автогруз чтобы это все дело автоматизировалась самый большой прикол в том что я вот не проверял не знаю будет ли покупать бетон сам этот самый автогруз семена покупает может и бетон будет в общем то посмотрим поэтому смотрим автогруз загружаем со склада бетон адресат бетонный завод тут только вот она есть всего нам надо привести 65 кубов вместимостью нашего бетона воза бетонной мешалки 13 кубов это значит что 4 полных поездки и 1 неполная если я правильно посчитал а я нихрена неправильно посчитал это 5 полных поездок соответственно ставим 5 погружаться он вроде как должен будет сам вместо загрузки ему ставим загрузка бетона у нас есть такая . а место выгрузки ставим стройка бетон я заранее подготовился и на этой стройке есть у нас такая . ну и возит он сам бетон 5 поездок ему ставим после этого вроде как должен будет поехать обратно домой на парковку коим назначена у него автомойка в общем то запускаем и молимся чтобы у нас все это автоматизировалось и он сам это все дело покупал было бы классно но пока друзья он туда ей давайте отправим еще за покупками других наших ребят во первых надо будет отвести брус 20 кубов для этого используем вот этого мана мы его просто отправляем на товарные склады там вручную все загрузим и выгрузим это не проблема также друзья нам нужен еще песок и гравий там меньше чем по 27 кубов каждого из этого требуется а где наш ман который с прицепом зерновоз а он на мойке стоит мы друзья в кузов загрузим песок в прицеп загрузим гравий и по-моему будет очень классная связочка но все это дело надо купить поэтому жд станция песок гравий давай едь туда ты справишься бетоносмеситель не смог загрузить товар бетон какая жалость а тогда мы к нему возвращаемся и уводим отсюда нет сам он не покупает соответственно с песком с гравием скорее всего тоже это все дело не сработает но ничего страшного мы его сейчас вот так вот на маршрут поставим отправляем его заново и идем по-быстрому покупать бетон купить надо 13 кубов покупаем сейчас он их загрузит мы купим еще 13 сразу чтобы они там были на месте чтобы он следующую поездку нас не дергал а потом когда увидим что он загрузился можно будет или портнуться сюда еще купить чтоб ты загрузился ты загрузился красавчик давайте тогда еще купим еще 13 кубов это будет 2 в общем-то пускай везет а мы возвращаемся на базу с бруса мы разобрали с бетоном мы разобрались песок гравий мы разобрались и самое веселое это стройматериалы их надо до хренища 150 кубов и все это дело нужно грузить в контейнеры и в принципе контейнеров у нас столько и есть вот есть вот оранжевый контейнеровоз мы его сейчас друзья с вами отправим на жд покупка но кстати нульцевый ман че толком не отработал один километр только доехал до базы с магазина жд покупка давай дружище едь туда также у нас есть 30 кубовый контейнер вот такой вот с gc бишкой его мы тоже в общем-то отправляем ровно туда же черт не могу на а вот нашел что я прям очень долго искал эту точку в общем то моего тоже на дорогу сейчас выводим и отправляем пускай едет и друзья у нас есть еще контейнеры на нашем другом мане 230 кубовых и в сумме это все сдаст нам 150 кубов так что вот этого товарища мы сейчас тоже отправляем на жд он пускай туда едет и все у него будет нормально да мы друзья тем временем перемещаемся к нашему ману который приехал за брусом сюда можно вот открыть прицепчик и с другой стороны у нас погрузка бруса находится я пока что здесь автодрайв еще нихрена шинки не делал только на выгрузку в принципе не знаю нужно нам будет это или нет 24 куба у него вместимость мы загружаем 20 кубов вот он так вот укладывается сюда в прицеп в кузов грузовика то же самое в принципе как и урал бортовой и вот эту хреновину надо теперь поставить куда-нибудь просто в зону выгрузки чтоб он там стоял например можно это сделать но например вот здесь а где тут автодрайв то проходит я кстати из застройки пришлось раньше он проходил через стройку потом стал упираться в кран когда у меня кто-то сюда что-то возил пришлось сделать объезд вокруг ничего страшного короче пускают он здесь стоит он никого мешать не будет и все будет нормально тем временем кстати приехала бетономешалка и она выгружает бетон до погружает красавица чуть правее конечно становится но все работает все прекрасно все автоматизировано мне это нравится погнали покупать песок и гравий сюда как раз уже зерновоз наш приехал все нормально и эти контейнеры тоже все по приезжали отлично diX что нам надо купить но стройматериалы можно вот в принципе сразу купить этому пацаном вообще на посмотреть сколько песка и сколько гравия нам надо и sk18 клубов гравия 23 соответственно берем 18 кубов песка и 20 3 куба гравия л성을 стройматериалы тоже можно сразу взять в ней не такие дорогие слава богу не такие как комплектующие потому что комплектующие капец сколько денег стоят все это можно и комплектующие стройматериалы купить ли у нас 2 приехал не 2 на триггер не стал странный дерьмо ну ладно короче вот это вот все дело мы берем давайте вот этого мана отправим освободим место для контейнера есть тоже на выгрузку бруса или склад один выгрузка неважно давай едь туда следом у нас тут же себе шка тоже становится на место давайте ее загрузим тоже ей берем стройматериалов по максимуму 30 кубиков 11000 мы еще на это тратим где еще один манеч он так долго или я так долго его отправлял но неважно склад один выгрузка в общем-то в любом случае мы его туда отправляем он уезжает потом скоро скоро приедет отлично также долго-то ты едешь а давай 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 молодец какая приехал давайте в него тоже загрузим купим стройматериалы еще 60 кубов еще два контейнера по 30 кубов такие замечательные и этого товарища тоже отправляем на склад один выгрузка давай дружище есть туда ну и последний кого нам надо еще отправить это вот этот ман зерновоз в него правда надо сначала все загрузить загружаем в один прицеп например песок в другой загрузим гравий надо будет подъехать правда потом ничего страшного долго грузится зараза раньше карьер был на этой карте а сейчас его нету сейчас там фруктовые сады будут не знаю это хорошо или плохо текст давай дружище гравий тоже засыпайся и мы отправляем не поверите на склад один выгрузка тем временем кстати ман загрузил бетон надо телепортироваться туда купить еще ему но сейчас этот уже загрузит долго все-таки с этих конвейеров что-то как-то сыпется все но ладно отправляем на склад один выгрузка все он туда приедет здесь выгружать песок и гравий вообще на самом деле именно из песка гравий по у цемент точно не помню мы бетон то делали а сейчас мы его просто покупаем раньше надо было арендовать завод вроде как эту штуку собираются вернуть просто еще не сделали но пока так пока покупка в общем то еще берем и получается еще два раза надо будет взять погнали тогда дальше на товарные склады посмотрим что там у нас происходит а сюда между прочим уже контейнеры ты подъезжают все давайте тогда выставлять их туда он нам зону оранжевую вот эту отмеченную не оранжевая желтый который моргает вот эта вот штука я думаю с этой стороны моих вот так вот все выставить эти контейнеры и все будет нормалды как тяжело то тебе сколько что весит они до хрена да так ты стоишь здесь ты молодец дальше на gc бишка ее мы туда же ставим кстати самый маневренный будет трактор две оси ведущие плюс еще ломающийся вот это вот подкатная тележка какой он реально может заехать где угодно вообще ехать кстати не хочет гружены полностью но ничего давай дружище мы тебя тоже вот здесь поставим и у нас еще один маном тоже приехал он молодец привез сюда стройматериалы далековато ему . конечно поставил но какая была чем это дело тоже все поставим и все будет по красоте у нас там кстати зерновоз уже он близко по мосту едет ща моего перехватим тоже все будет у нас охренительно давай дружище вот тякут во все стройматериал здесь дохренище единственное еще давайте глянем не мешает ли он проезду не мешает проезду поэтому все хорошо а вот это товарищи мы тогда перехватываем и погнали высыпем куда-нибудь песок и гравий их нужно просто на землю здесь высыпать а в принципе было одно хорошее место где это можно сделать который я приметил заранее для вот этого дела это вот с этой вот стороны и можно кстати даже вот здесь например кучу высыпать давайте вот здесь высыпем кучу песка или гравия что у нас тут короче что она загружена в кузове в самом страна разгрузки выбирается как-нибудь о вправо даже сама выбрана отлично и там кстати еще второй приехал или это 3 приехал это 2 приехал до гравий мы высыпаем такая вот куча просто на земле будет лежать из прицепа между прочим тоже можно высыпать прямо здесь только стой не налево а право назад начал по направо давай она что-то не смешается и смешается мешать никому не будет замечательно все все у нас высыпалась этого товарища кстати можно отправить домой сразу нажать на кнопочку парковки он сразу едет мыться это вот так вот прекрасно все работает и мы открываем опаньки здесь монетка где-то есть я хочу монетку только где она в какой стороне вот она как ты раньше не замечал 70 штук уже осталось найти всего лишь красота так вот строительная фирма товарные склады как мы видим мы привезли все ровненько кроме бетона бетон сейчас сам докатается и в 8 утра стройка запустится но друзья когда у нас созреют поля мы с вами опять встретимся вообще друзья хочется еще похвастаться вам немножко обновлениями которые постепенно подвозят к золотому колосу на данный момент уже работает кнопочка животные правда здесь доступно пока что только птицы ферма но скоро завезут большому счету тут тоже самое что и в 17 ферме мы на ферме кузнецова покупаем этих самых яйца закидываем их в инкубатор без сезонов полдня инкубатор перерабатывает это все яйца появляются из него цыплятки есть два вида этих самых курочек несушки и бройлеры несушки меньше немножко весят но несут яйца бройлеры больше весят то есть дают больше мяса но не несут яички они несколько дней там живут и потом мы их на мясокомбинат всех на фабрику киевси отводим и получаем вкусную курочку я друзья животными в этом сезоне заниматься не планирую то есть весь следующий сезон четвертый мы по сути дела будем заниматься именно животными ну и поддерживать наши заводы в каком-то рабочем состоянии но упор будет именно на животных в четвертом сезоне я думаю к тому времени как я засяду за его запись уже всех животных выкатят а там в общем то видно будет ну ладно чё я вообще начал запись на самом деле у нас друзья уже созрела одно поле одно из самых больших 4 5 я думаю почему бы его не поставить сейчас убираться поэтому давайте наверное это и сделаем возьмем наш комбайн у нас пока что только одна жатка есть надо будет съездить купить еще вторую вот они наш комбайн сушки миллион часов открывался этот сарай точнее ангар вот этого вот комбайна мы берем чё подцепим к нему жатку народ же ангар мы закроем пока чтоб не переключаться 500 раз по технике когда тыкаешь вот эту вот штуку мы подцепляем его можно даже по сути дела прямо отсюда и работать отправлять во-первых мутимому курс плечик а во-вторых отправляем его на 4 5 поле и говорим курс плеве начать работать со стартовой точки стой падла ты куда поехал вот давай есть развлекайся все нашел какую-то дорогу молодец к нему правда еще надо грузовичок какой-нибудь поставить сейчас мы поставим нас тут еще три зерновозных мана таких остались которые у нас на полях работают я на самом деле хотел взять черненькие на самом деле вообще какая разница все что будем собирать будем вывозить на базу подсолнечник мы собираем для того чтобы запустить масло экстракционный завод который мы в прошлый раз запустили может быть правильнее конечно было бы отвозить сначала все туда но друзья есть один небольшой косячок с этим заводом он работает падла медленно смотрите откроем меню у нас сейчас перерабатывается канола в принципе тут 6 кубов осталось это по-моему минут на 20 переработки в итоге со всей канолы то что мы собрали прошлый раз у нас получилось 102 112 кубов рапсового масла не сильно много также друзья если мы посмотрим на склад у нас еще лен тут остался 220 кубов когда у нас переработалась леновое масло 60 кубов я поменял линию на рапсовое чтобы эти 60 кубов отвести потом на склад как заначку как мы это всегда делаем но сейчас мы прямо этого делать не будем и запустил рапсовое думал они успеют к утру переработаться но нет не успели поэтому впереди у нас еще долгая переработка льна я не думаю даже что он за этот день успеет весь переработаться хотя может и успеет кто его знает неважно в любом случае подсолнечник по крайней мере посмотрим сколько мы его соберем потому что мне эти циферки всегда интересны и раз уж мы открыли меню заводов давайте посмотрим что у нас на остальных происходит у нас нас собиралось 72 куба мебели осталось дсп хим 66 кубов но ее мы никуда не денем эту самую дсп ее нельзя не продать не вывести не забрать со склада вообще ничего с ней сделать нельзя поэтому пускай лежит мебель мы тоже наверное отложим это как и как заначка будет оман загрузил бетон надо пойти купить ему последнюю пятую партию еще пойдем мебельная фабрика друзья у нас пока что стоит в общем то тут ничего нового мельница друзья у нас тоже стоит фасовочная линия выключена я хочу вывести эту самую муку пшеничную прицеп 1 она вывозить ее пока что некуда поэтому мы это ничего не трогаем нас на большом девятнадцатом поле растет рожь поэтому когда мы ее соберем тоже самое запустим мукомольную линию сделаем муку я надеюсь что даже сегодня дождусь пока она построится вывезу и запускаю запущу фасовочную линию не знаю посмотрим ну и сахарный завод у нас еще во владениях тут у нас осталось миллион шестьсот тысяч литров свеклы уже 260 кубов сахара переработала из жмых я немножко повозил еще в течение дня буду продолжать этим заниматься а также друзья в течение дня можно будет без проблем отвести всю оставшуюся свеклу которая у нас осталась потому что она уже влезет вся на завод но это все такое когда будет свободен транспорт не горит но и разумеется надо чтоб работал сам завод тут в общем то все понятно но и больше заводов у нас нету единственное вот работает на данный момент масло экстракционный погнали друзья мы еще знаете что погнали купим во первых бетона последнюю уходку дружище отчеты не поехал на стартовую точку ты заблудился что ли реально заблудился чё с тобой не так то вроде всегда работал всегда все нормально было а тут знать тебе зараза давай разворачивай свою эту супер жадку супер комбайн все разворачивай собираем я подсолнечник и возить его на базу и давайте поживее я тороплюсь так я хотел купить бетоном а да еще одну по моему купить да там деле давайте даже проверим потому что я могу сбиться со счета легко и везем и 39 кубов соответственно да надо еще две то есть одно он повез партию и одну мы еще покупаем купить да отлично 7 20 скоро скорость стройка запустится я думаю что за 40 минут он успеет туда-обратно съедет два раза тут все понятно да кстати теплички давайте посмотрим что на тепличках на тепличках еще урожай у нас не собран 98 процентов 97 процентов это понятно грунт друзья я совсем забыл то что нужно покупать грунт но во второй половине дня успел купить 400 кубов надо купить еще 400 из миллиона 400 которое нужно отвести сейчас мы можем купить 746 короче 700 кубов грунта мы купим и потом еще надо будет 300 докупить погнали в общем то это сделаем почему бы и нет чем мы туда по-быстрому добежим я люблю бегать знаете зарядка по утрам 720 как раз все пошли работать и я разминаюсь обогащенный грунт покупаем 700 кубов больше наверное нам не надо вообще надо больше конечно но я люблю круглое значение 50000 мы еще на это тратим и раз уж мы кстати здесь можно пойти купить сразу рассаду хотя нет не будем пока да кстати говоря у нас складыш занимают аренду тратится аренда поэтому давайте-ка мы отправим от этого товарища этот самый грунт вывозить моего весь возить будем на восточный тепличный комплекс там пока по нулям и туда нужно как раз 700 поэтому у втк грунт новый и обогащенный грунт разумеется моему ставим его до хрена раз надо съездить поэтому пускай себе катается есть не просит с этими пацанами понятно 18 поле кстати уже взошли деревья немножко так что вы видите масштаб трагедии до сколько их тут до хренища будет а вот так вот да а шо поделать а шо поделать в общем то ребята у нас работают я думаю что я даже не буду сильно акцентировать внимание на уборке остальных полей когда она там придет остальных полевых работах и когда что-нибудь действительно интересно у нас произойдет мы с вами тогда и встретимся да да а вот кстати 12 часов дня у нас стукнуло и по сути дела только что примерно это все последние десять минут у нас было закончилась уборка подсолнечника я друзья его весь убрал комбайны помыл поставил на базу грузовики помыл поставил ко всем грузовикам и вот по сути дела только закончил в общем то что у нас вообще происходит четвертое пятое поле у нас уже сеется он только первую проходку так понимаю делает 6 7 у нас культивируется чизелями 8 9 у нас культивируется обычным культиватором на самом деле я затупил я почему-то думал что после подсолнечника будет требоваться вспашка но нет как мы видим во вспашки она не нуждается поэтому я в общем то отправил но поздно сообразил отправил еще обычного нашего культиватора культивировать и друзья я тут подумал а и 19 поле да тут в общем то уже совсем немного осталось скоро рожь наш тоже уберется я в общем то чё подумал нам надо друзья ускорять посев поэтому погнали в магазин купим еще одну сейлку и трактор я уже даже прикинул какой именно трактор и какую именно сейлку сейлку возьмем мы вот такую вот к вернул от я и и простите не знаю как то правильно читается и пофиг мне на самом деле на это это сейлка из dlc альпы по моему точно не помню ну короче помню что в каком-то обзоре меня все это дело было короче она стоит 138 тысяч пятьсот она сразу же культивирует но не удобряй и это на самом деле для нас хорошо потому что мы удобряем все с самолета а сейлка не надо чтоб удобряла она сразу культивирует это тоже хорошая штука поэтому мы ее друзья с вами покупаем и так как друзья требует она 230 лошадок я нашел к ней подходящий трактор вот такой вот зелененького цвета прям 280 лошадок у нас просто джонников еще нету поэтому поэтому возьмем джонника можно в принципе движку на 300 лошадей поставить я не знаю если в это опускай будет чё нет и как обычно широкие шины и балансировка колес я не знаю зачем это надо в игре но мне так просто нравится внешне это дело мы тоже берем и у нас остается всего лишь 927 тысяч денег на самом деле я еще засадил все теплицы и поэтому там потратился на рассаду и одну кукурузную жадку взял там она 1090 полу стоила это вот я точно не помню для начала друзья надо знаете что сделать надо трактору вот этого назначить парковочное место жир знаете какой семена выгрузка как обычно у нас для сейлок где мы ее будем эту сейлку хранить я пока не придумал потом придумаю мне тут еще все равно и работы до гренищи на самом деле но это все и не важно этого товарища друзья сразу отправляем на посев ну например 10 поля она убрана удобрена эта сейлка у нас засеет 10 11 19 поля а то которая на пуме работает вот эти три поля я думаю что они примерно одновременно и закончат работать так что все будет офигенским прямо с магазина отправляем его работать по курс play чеку семена загрузка он в общем-то загрузится пойдет сеять все будет у него normal day просто посев на самом деле надо ускорять а этот еще с культиватором будет так что я думаю что найдем этим применение значится что у нас еще произошло во первых грунтов весь отвезли мы на теплицы на восточном тепличном комплексе у нас черт и вот литр вот этот вот сраный не захотел работать может быть после перезапуска игры это все округлиться я по крайней мере надеюсь на но если что я туда докинул не проблема на северном тепличном комплексе у нас 400 кубов еще с прошлого раза 300 кубов я не знаю то ли в два часа дня я докуплю отвезу то ли на следующий день мы это докупим когда у нас будет массовая распродажа и все такое далее друзья по заводиком давайте пробежать кстати мне пришел контракт на консервированную кукурузу и я даже почти его взял нужно привести 357 кубов 500 где я возьму консервированную кукурузу спросите вы на консервном заводе у нас же теперь появились заказы на производство но мне захотелось посмотреть сколько кукурузы надо вырастить и просто посчитать прикинуть могу ли я на завтра вырастить столько кукурузы чтобы завтра запустить завод чтобы он выполнил вот это вот все и я немного расстроился друзья открываем консервный завод заказы на производство консервированной кукурузы нам нужно 357 кубов 500 округлим до 360 неважно мы можем привести 66 кубов сахара без проблем найти 234 куба кукурузы мы тоже подавно найдем но тут косяк в том что время выполнения 59 часов 36 минут а контракт у нас на 58 часов 39 минут плюс еще час чтобы довести кукурузу она запустится только после этого а нам еще надо вырастить эту самую кукурузу короче увы этот контракт мы принимать не будем а жаль как джонни я не по счету и не загружаешься семенами то уж потому что селка с до селка большая больше чем-то надо немножко эту точку пододвинуть он до нее доезжает через триггер проехать не успевает отдала есть сей поле так вот что я говорил я говорил о том что контракт короче мы остались без контракта ну и ладно о том какой-нибудь другой возьмем я с разработчиками еще сейчас пообщаюсь на эту тему может быть как-то удастся это все дело четко сделать потому что мне еще срочный груз пришел на пакетированное молоко которого мы тоже как бы добыть не можем и я тоже не смог его взять просто заказами на производство они вернули вот эту вот штуку что точнее убрали штуку что вам не может выпасть того что вы не можете добыть если у вас собственности нету мельницы то никакого контракта на муку вы не получите это было правильно вроде как заказами на производство эту штуку можно было вернуть на видите вот у меня два таких вылезла и оба не фартанула ну ладно это все не важно итак смотрите что мы имеем после уборочной во первых есть у нас подсолнечника 412 кубов мы его весь отвозим на маслоэкстракционный завод он там перерабатывать перерабатываться он падла конечно будет долго следующей серии он еще не переработается а значит вот это вот все дело мы продавать в следующей серии не будем на следующей серии будет уже продажная это у нас 3 посев если что пошел оставим это значит на конец сезона на продажу ничего страшного также у нас ржи уже 217 кубов плюс там еще чуть-чуть сейчас привезут с поля хотя как чуть-чуть там в грузовике 40 кубов я вижу и комбайне еще что-то есть и они там убираются ну в общем-то ладно пускай убираются это все дело мы перевезем на мельницу сделаем муку друзья я сегодня я подожду в этот игровой день пока у нас достроится склад потом мы купим а хотя давайте даже сейчас купим вот такой вот прицепчик он для не фасованной муки для для рассыпной скажем так муки 33 куба у него мы его за 42 тысячи берем перевезу по одному прицепу на склад наш муки на товарных складах который построится и запущу фасовочную линию чтобы к завтрашнему дню вся мука которая там останется лишняя успела за фасоваться и мы ее завтрашним днем нашим продажным успели продать чтобы заработать денег потому что что-то я посмотрел на ближайшие расходы которые у нас ожидают и денег в общем-то нам надо будет немало ну и вроде как все а ну и свеклу еще когда будет время в принципе уже можно запускать тут шесть человек сейчас работает всего но я просто хочу еще подождать пока комбайн освободится и потом запустить всех кто будет возить то что они там возят у него там чё-то они опять забубенились да понятно последняя проходка как всегда глючная я в общем то друзья поставлю всех возить все заводы зашуршат и в следующий раз видимо вся продукция кроме подсолнечного масла которое будет работать у нас будет готова на самом деле кстати если по заводам брать масло экстракционный завод тут еще льна перерабатываться это часов на 6 то есть 18 00 он примерно закончит плюс еще надо подсолнечного масла чтобы 60 кубов насобирал чтобы мы его завтра могли отвести и тут уже то надо будет делать а до того осталось 34 часа все нормально а чё я думал что 12 часов а это линия производства все все хорошо завод работает значит будет работать отлично в общем то друзья вроде как по моему скромному ощущению не очень длинная серия получилась но и к лучшему зато следующее будет капец какой длинный потому что я там планов настроил охренеть сколько ну и записывать и по крайней мере тоже буду очень долго следующую еще к ней и пока еще готовится буду потому что все за засеять перевести тоже тут работы короче дохренища так что друзья давайте лайкусик чтоб она побыстрее вышла меня-то на самом деле уже давно все наперед записано уже скорее всего сезон весь до конца записан потому что у меня сейчас 7 марта а когда этот сезон выйдет в свет я не знаю кстати если кто-то хочет смотреть все заранее может быть уже даже 4 я записываю то спонсорская подписка вот ваш выход стоит меньше бакса дает кучу плюшек тем кто уже кстати подписался тем просто огромнейшая пятюня посыпки ребята за поддержку короче лайкусики комментарии друзья все как обычно всем огромнейшие спасибо за просмотр с вами был никита делая и всем пока